Позавчера вы опубликовали, вы, Лиза Яську и Андрей Боктон одновременно опубликовали пост с намеком на местные выборы, где вы втроем сидите и обсуждаете их. Скажите, что это было? Потому что, я так понимаю, что это вызвало большой переполох не только среди каких-то экспертов и политиков, но и в офисе президента в том числе. Ну, я не про офис президента, мне что-то никто ничего не говорил, может и так. Вам не звонили, кстати, не писали оттуда никто? Нет, нет. И вообще у нас есть другие отношения. Мы друг друга уважаем, с кем я буду сейчас сидеть за столом и обсуждать, я не знаю, может это что-то делать. Дело в том, что я строю свои отношения с людьми, я не дружу там с креслом, я дружу с людьми. Когда если человека там с какой-то должности уже попросили, это не означает, что я прекращаю с ним отношения. Вызвало же этаж, там присутствие Бога, наверное, вызвало. Но вы же как опытный политик не могли, не понимаете, что сам факт публикации такой фотографии, тем более в контексте местных выборов, он однозначно вызовет реакцию, реакцию такую политическую. Ну, еще раз говорю, я дружу с людьми, а не с креслами. Человек был Богдан, был на должности высокой. У нас были дружеские отношения, они продолжаются после того, как его нет на должность. Дальше я дружу с Ермаком последние 25 лет, я дружу с некоторыми другими сейчас работающими. У меня во фракции, в разных фракциях, почти друзья детства, там есть люди, которые мои кумавя, у которых я был на свадьбе, там Адой, там 25 лет тому назад, то есть, ну как, а что я могу, там, от того, что они той же или той группы. Давайте так, кому принадлежит идея опубликовать эту фотку, то есть встретятся, ладно, кто из вас троих предложил? Я же не помню, но там почему-то Богдана отдельно выделили. Мне кажется, что я то, что опубликовал, когда сказали, что Лиза Иско, там киевлянка пятом поколении, Богдан там политически вообще никакой роли не играл, а поэтому, поэтому, ну, я не придаю этому особого значения. Опубликовали, так опубликовали, опубликовали, забыли, прошли дальше, и что? Я же, мы же не живем в какой-то там советской системе, где там нам партком вызывали, или там КГБ потом за этим разбиралось. Каждый человек в свободной стране живет, в свободной стране любой человек высказывает или свое мнение, или за столом обсуждает, или это публикует, или там...